Аэропорт Внуково – один из старейших в Москве. Он начал свою работу более 60 лет назад, в период Великой Отечественной войны был военной базой, а после стал Международным гражданским воздушным вокзалом. Сегодня Международный аэропорт Внуково – один из самых маленьких в столице, специализируется в основном на чартерных и корпоративных рейсах. Он знаменит также тем, что регулярно обслуживает вип-клиентов президента России, членов правительства страны, высокопоставленных зарубежных гостей. Аэропорт расположен по адресу Внуково, Московская область. Почтовый адрес – 119-027, Россия, город Москва, улица Первая рейсовая, 12. Коды аэропорта Внуково – КОТАТА, ВИКО. КОТА, UUWW. Код внутренний, ВНК. Контакты аэропорта, телефон, плюс 7, 495-937-55-55, плюс 7, 495-436-22-07, плюс 7, 495-436-78-48. Сайт www.внюково.ру.часовые пояса, зимой UTC плюс 3, летом UTC плюс 3. Время работы – круглосуточно. Дополнительная информация. Также для удобства пассажиров существует сезонное табло прилета Внуково, сводная таблица расписания сезонных рейсов, www.vnukov.ru. Косая черта, флайтс, косая черта, сезонал Дефис Шедул. Аэропорт Шереметьево, онлайн-табло до воздушного вокзала можно добраться на общественном транспорте, личном автомобиле, аэроэкспрессе или такси. Автобусы. Городские автобусы – самый дешевый способ добраться до воздушного вокзала, но и самый затратный по времени. Добраться можно от станции метро «Юго-Западная» маршруты номер 611 и номер 611 секунд. От станции метро «Саларьево» маршруты номер 911 и номер 272. Стоимость проезда – 40 рублей. Звездочка «Время в пути» – 25-40 минут. Режим работы – номер с 611 до 5 часов 30 минут до 1 часа 20 минут. Номер с 911 до 6 часов 40 минут до 23 часов 40 минут. Номер 272 – с 5 часов 11 минут до 0 часов 20 минут. Интервалы движения – номер 611 – от 20 минут. Номер 911 – от 7 минут. Номер 272 – от 10 минут. Микроавтобусы. Маршрутные такси – более быстрый и дорогой вид транспорта. Добраться можно от станции метро «Юго-Западная» маршрут номер 45 метров. Стоимость проезда – 150 рублей. За каждое багажное место – дополнительно по 10 рублей. Звездочка «Время в пути» – около 15-20 минут. Аэроэкспресс. Самый быстрый способ добраться из центра Москвы до аэропорта «Внуково». Поезда отправляются от станции метро «Киевская» – выход к Киевскому вокзалу. Отдельный вход напротив торгового комплекса «Европейский». Стоимость проезда – 500 рублей. Время в пути – 35 минут. Интервал движения – 30 минут – 1 час. Режим работы – с 06.00 до 00.00. Такси. Такси – комфортный, но наиболее затратный способ добраться до воздушного вокзала из любой части Москвы. Стоимость поездки – около 1000-1500 рублей в зависимости от времени суток. Звездочка «Время в пути» – около 1-1,5 часов из центра города, в зависимости от ситуации на дорогах. Важно, крупные столичные таксомоторные компании предлагают поездку в любой из аэропортов вокруг Москвы за 900-1500 рублей. Личный автомобиль. Добраться до аэропорта можно и на личном автомобиле по одному из трех прилегающих шоссе – Киевскому, обычно наиболее быстрый маршрут. Боровскому. Минскому. Важно, парковка у терминала в первые 15 минут предоставляется бесплатно. Время в пути – около 1-1,5 часов из центра города, в зависимости от ситуации на дорогах. Аэропорт Пулково. Онлайн-табло в аэропорту Внуково есть как краткосрочные парковки, так и длительные стоянки для автомобилей. Краткосрочная парковка. Воздушный вокзал предлагает своим посетителям три парковки для краткосрочного пребывания – многоуровневая парковка номер 1 – у первого терминала. Многоуровневая парковка номер 2 – у второго терминала. Краткосрочная парковка номер 3 – у эстакадного кольца, рядом с третьим терминалом. Удобно для встречающих. Тарифы на пребывание в многоуровневой парковке номер 1 – до 15 минут, бесплатно. Первый час – 500р. Звездочка второй час – 100р. Трех часа и дольше – 750р. Звездочка тарифы на пребывание в многоуровневой парковке номер 2 – до 15 минут, бесплатно. Первый час – 500р. Звездочка второй час – 100р. Трех часа и дольше – 750р. Тарифы на пребывание в краткосрочной парковке номер 3 – первый час – 250р. Звездочка второй час – 100р. Звездочка трех часа и дольше – 500р. Звездочка длительная парковка. Оставить машину на сутки и более можно. На многоэтажном паркинге номер 1. многоуровневой парковки номер 2, парковки номер 5, парковки номер 6. Парковки номер 5 и номер 6 находятся в километре от терминалов, на центральной улице. Режим работы автостоянок круглосуточный. Пассажирам предоставляется бесплатный трансфер, доставляющий к терминалам и обратно. Тарифы на пребывание в многоуровневой парковке номер 1 и номер 2 750 рублей в сутки. Тарифы на пребывание в краткосрочной парковке номер 5 и номер 6, первые сутки, 300р, вторые сутки, 300р. Звездочка свыше трех суток, 250р. Воздушный вокзал состоит из трех терминалов, А, Б и Д. Между последними существует переход, чтобы попасть в терминал А, нужно перейти в другое здание. Также рядом с комплексом находится здание Внуково-2, обслуживающие правительственные и президентские спецрейсы. Терминал А был открыт в 2010 году. На данный момент обслуживает около 80% всего пассажиропотока аэропорта Внуково. Терминал Б обслуживает международные рейсы, преимущественно чартерные и бюджетные, в том числе и в страны Средней Азии. Терминал Д принимает рейсы, прибывающие из Северо-Кавказского округа. Аэропорт Внуково предлагает пассажирам ряд услуг, позволяющих сделать пребывание в стенах воздушного вокзала комфортным и приятным, удобные залы ожидания. Комната матери и ребенка расположена на втором уровне терминала Ди, чтобы ей воспользоваться необходимо взять справку осмотра в медпункте и сдать багаж. Пеленальная комната находится на первом этаже терминала Ди, медпункты находятся на первом уровне терминала Д и на втором уровне терминала А. Камеры хранения расположены в подземном уровне терминала многоуровневая парковка и аренда автомобиля. Интернет-салон. Международная связь. Печатная продукция и цветы. Факс и копировальная техника. Спутниковая ТВ и ДВД. Химчистка и прачечная. В терминале находится касса продажи авиабилетов и стойка бронирования гостиниц. Магазины беспошлиной торговли Датифри в зоне международных авиалиний. Кафе и рестораны. Кафе «Шоколадница» в новом терминале А. Кафе «Муму» в новом терминале А. Ресторан. Экипаж. На первом этаже гостиницы. Завтрак с 04.00 до 11.30. Обед с 12.00 до 18.00. Ужин с 18.30 до 02.00. На территории воздушного вокзала предоставляется как бесплатный, так и платный доступ к сети Wi-Fi. В терминале А работает бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi. Открытая сеть VKO Wi-Fi Free, подключение без логина и пароля. В часы пик скорость доступа в интернет может быть ограничена. В терминале B работает платный доступ в интернет по технологии Wi-Fi. Оплату можно произвести по банковской карте непосредственно с сайта провайдера после подключения к Wi-Fi сети. Важно, также можно подключиться к закрытым сетям лаунджей Sky Priority Top Lounge, название сети, Top Lounge. Пароль, 18.072.016. Turkish Airlines Lounge, название сети, T, пароль, инвестинчерки. У аэропорта есть собственный гостиничный комплекс, Внуково. Отель расположен напротив главного входа в терминал аэропорта Внуково и соединен с ним подземным туннелем. Услуги отеля, бесплатный Wi-Fi. Спутниковое телевидение. Прачечная. Паркинг. Ресторан. Лобби-барон. Представительская гостиная. Консьерж. Бизнес-центр. Фитнес-зона. Оздоровительный центр с бассейном и турецкой сауной. Стоимость номера на двоих, от 7000 рублей в сутки. Другие отели рядом с аэропортом, название и нахождение. Стоимость номера на двоих, Green Palace в 15 минутах езды от аэропорта. От 11750 рублей. Мини-отель Rich в 25 минутах езды от аэропорта. От 5200 рублей. Звездочка мини-отель Rich в 35 минутах езды от аэропорта. От 4950 рублей. Аэропорт принимает самолеты следующих авиакомпаний. Армения Airways. Азербайан Airlines. Бул Эйр. Чем Уинкс Airlines. Элинеер. Флей Дубай. Флайон. Джорджан Airways. Хонг Конг Airlines. Ифлай. Ираки Airways. Махан Эйр. Нувилэр. ССИТ Айрлайнс. Соман Эйр. Сириан Араб Айрлайнс. Танисеер. Теркиш Айрлайнс. Ютеер. Уизаер. Азимут. Вологодское авиапредприятие. Газпром Авиа. Ираэра. Победа. Псков Авиа. Россия. Руслайн. Северсталь. Якутия. Таким образом, прилетающие и вылетающие пассажиры смогут легко добраться до воздушного вокзала на автобусе, маршрутном такси или аэроэкспрессе, доехав до конечной остановки, Аэропорт Внуково. Аэропорт Внуково предоставляет пассажирам как внутренних, так и международных рейсов высокий уровень сервиса, безопасности и комфорта. Воздушный вокзал оборудован информационными стендами и указателями на разных языках, в том числе и надписями шрифтом Брайля для слабовидящих. Также пассажиры могут воспользоваться во Внуково онлайн-табло, которое расположено на официальном сайте, электронной регистрацией, комнатой матери и ребенка, медпунктом, магазинами, кафе и ресторанами, химчисткой, краткосрочной или долгосрочной парковкой, гостиничным комплексом, Внуково. Звездочка цены актуальны на июнь 2018.